16 сентября Ленинский район примет активное участие в областной акции «Наш лес, посади свое дерево». В населенных пунктах муниципалитета планируется высадить 2500 саженцев, деревьев и кустарников. Центральной площадкой акции станут придомовые территории, расположенные на пересечении улицы Заводской и проспекта Ленинского комсомола. Со всеми адресами, где будут проводиться посадки, можно ознакомиться на сайте районной администрации. Принять участие в акции могут все желающие. Они будут обеспечены посадочным материалом и необходимым инвентарем. Акция стартует во всем районе 10 часов утра. Еще 16 сентября большим праздничным мероприятием отметит День сельского поселения в совхозе имени Ленина. На протяжении целого дня жители ждут интересные спортивные мероприятия, цирковая программа, концерт творческих коллективов и много еще чего интересного. Завершится мероприятие праздничным фейерверком. 17 сентября в воскресенье музыкальный салон районного историко-культурного центра приглашает на ретро-встречу памяти певца и композитора Станислава Пожелакова. Начало 14 часов. 17 сентября состоится празднование десятилетия со дня основания Георгиевского храма. В 9 часов утра в жилом квартале Зеленой аллеи пройдет чин закладки Покровского храма. А божественную литургию, которая начнется в Георгиевском храме в 9.30, возглавит митрополит Крутистский и Коломенский ювеналий. Музей-заповедник Горки Ленинский также в эти выходные приготовил интересную программу. В субботу в 12 часов там состоится веселый поучительный спектакль с элементами интерактивной игры о здоровом образе жизни и, конечно, спортивная афиша. На стадионе «Металлург» пройдут соревнования по мини-футболу в зачет 12-й спартакиады поселения Ленинского района. Регистрация участников состоится в 9.00, а начало игры – 10.00. В заключение о кино в кинотеатре «Искра» зрителей ждет российский комедийный фильм «Напарник». Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка и всему виной проклятие гадалки. Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести допросы, а папа вынужден стать невольным напарником Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.